Ивако-госпитали 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 Здесь была палата, где и проходило лечение. Ребята, вы знаете о том, что у нас в школе был госпиталь? Да. А вот здесь в наших классах что находилось? Палаты. По воспоминаниям Хакина Смаиловича, он сказал, что я лежала здесь, а операционная находилась внизу. Это сейчас наша библиотека, вероятнее, вот в этих где-то расположениях. На втором этаже, вот мы сейчас подходим, здесь находилась перевязочная. Опять же, по воспоминаниям людей, которые здесь когда-то лежали. Даже сейчас чем-то похоже на то, что здесь была операционная. А это не перестраивалась комната, то есть перегородка? Нет, вот перегородка. Все тонюсенькие перегородки практически здесь возведены. Мурашкина Мария Васильевна с 1943 по 1945 работала медицинской сестрой в Ивако-госпитале номер 1314. Госпиталь был организован на базе школы номер 12. Была эвакуирована в Мордовию вместе с супругом из Ташкента. Когда я сюда приехала, здесь уже было 6 госпиталей развернуто. Вот, 43-й год, август месяц. Принято бы в Ивако-госпитале 1314. В Саранске-то все было. И перевязочный материал, и лекарства, все. А вот в Ташкенте, когда первый раз приехали, и перевязочного материала, и стерильного-то не хватало. Мы из нашего госпиталя двоих больных похоронили. Фамилии я, конечно, уже не помню. Но больной один был из Куйбышевского района. Забыла, какая деревня-то. И мы хоронили по-настоящему, и гроб делали, и в отделении поминали. Ой, вообще из разных районах были. Не только из разных, из городов, из Казани были. Даже из Новосибирска были. Из разных, и из Куйбышев были. Даже был один больной у нас в четвертом отделении. Из Пензенской области. И Шимк село есть такое. Вот я запомнила его. У него ранение было правой руки. Вот. И рука совсем не работала. А если бы сейчас, я бы, наверное, с ума сошла. А тогда вот бомбили, бомбят. Я даже из, это, из, ну, из вагон-то не выходила. Пусть бомбят. Думай, пусть меня убьют. Я потеряла уже все. Вот награда. Вы обычно в нем, да, на праздники ходите? Да. Да. Думай, пусть меня убьют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!